Внимание государства, полное техническое обеспечение и контакт с будущим работодателем. Это три главных принципа, благодаря которым система профтехобразования Казахстана успешно работает. Такое мнение высказали руководители профессиональных лицеев из Кыргызстана. Педагоги побывали в гостях у своих казахстанских коллег в рамках программы обмена опытом. Профессиональные лицеи и колледжи уже давно перестали быть обычными училищами, которые занимаются только выпуском специалистов. Требования к техническим навыкам настолько изменились, что профтехобразование – это уже целая система по интеграции выпускников в трудовую сферу. Как говорят руководители профлицеев из Кыргызстана, во время знакомства с работой их казахстанских коллег было видно, что их поддерживают на всех уровнях. Директор колледжа вообще не знает, что такое «нет». У них все это на уровне муниципалитета, снабжение полностью. У них очень прекрасно работает торгово-промышленная палата, которая сводит учебные заведения с работодателями, и там они решают вопросы – какое оборудование поставить, какие учебные кабинеты отремонтировать. Сегодня в Кыргызстане действует 101 профлицей, где проходит обучение 40 тысяч молодых людей. В последние годы востребованность в рабочих профессиях растет. К сожалению, финансирования по-прежнему не хватает, из-за чего руководство профлицеев по собственной инициативе все чаще обращается за помощью к международным организациям и донорам. Поэтому внимание государства к сфере среднетехнического образования, на примере Казахстана, кыргызстанские педагоги считают показательным. Конкретного наблюдения за работой, конкретного видения, как это делается и внедряется, очень мало. И когда вот это проводится, я считаю, что это 80% успеха работы учебных заведений. И я считаю, что вот такой обмен опытом должен быть не только среди руководителей, но и в том числе среди руководителей. В ходе ознакомительной поездки между руководителями профессиональных лицеев и колледжей было подписано несколько меморандумов о сотрудничестве. Педагоги из Кыргызстана говорят, что для них прежде всего важна возможность повышения квалификации. Сейчас в парламенте Кыргызстана идет обсуждение закона о том, чтобы сделать для учащихся 7-9 классов среднее техническое образование обязателем. Это значит, что местной системе профтехобразования придется отвечать новым, более требовательным стандартам. Так что казахстанский опыт в этой сфере может прийтись как нельзя, кстати. Бакычин Маша, специальный Лехабар-24, Бишкек, Кыргызстан.